Выполнено для производных, дальше проинтегрируйте обратно, у вас все получится. Еще раз. Если вы продифференцируете, у вас ряды получатся равномерно сходящиеся. Дальше можно переставлять, что хотите, как хотите. Все отлично сработает. Хорошо. Давайте мы… Вот мы знаем такие два свойства. Давайте мы сгенерируем сейчас просто из головы другую функцию, которая удовлетворяет тем же самым условием. Функция из головы, которая удовлетворяет тем же самым условием, выглядит так. g от z равное 2π e в степени минус 2π uz поделить на 1 минус e в степени минус 2πz. Вот такая функция удовлетворяет тем же самым условием. Первое условие легко проверить, просто в нуле разложить и в ряд. А второе условие, ну, тем более легко проверить. Знаменатель-то не меняется при сдвигах на единицу. Вывод f от z минус g от z ограничено в вещественной части z небольшой единице и удовлетворяет тому же самому соотношению. Да же? Согласны? Одно-второе. Простите. Да, в общем, удовлетворяет. Да? И тому же самому уравнению удовлетворяет. Но раз оно удовлетворяет тому же самому уравнению, то значит, она и глобально ограничена, правда? Потому что сдвинем любую точку в эту самую полосу, и у нас получится, что оно умножилось на некоторые мнимые экспоненты. Сейчас еще раз. Еще раз. Возьмем произвольное z, сдвинем с двигами на единичку его вот в эту полосу. Оно выкинет вот эту разность, выкинет некий фактор вот такого сорта, правильно? Но он ограничен, он по модулю 1. Типа того. Следствие по теореме Леувилля f от z минус g от z константа. Более того, вычисление показывает, что если у не равно нулю, то эта константа просто ноль. А если равно нулю, то это π. Почему f от z минус 6 от z везде ограничена? Потому что она ограничена в полосе, и она удовлетворяет вот такому функциональному уравнению. В смысле? g тоже выкидывает тот же самый множитель. Понятно? Вот, вроде сработало. Ага, значит, это, в общем, какая-то константа. Меня не заботит, какая она, я уже огласил, собственно говоря, какая будет константа. Ноль, если у не равно нулю, и π, если у равно нулю. Упражнение понять, что если у равно нулю, то тогда π. Доказательства посмотрите для ряда. Первое число и германия не было. Как скажешь. Вот, да. Так. Да-да. Теперь, что нам нужно сделать? Нам нужно посмотреть вот на это равенство и понять, что в этом равенстве написано что. Давайте его продолжим вот сюда. Здесь написано 1 поделить на 2i сумма по n не равно нулю e в степени 2πi nv поделить на n f от n rho минус f от n tau. Согласны? А, поправочка. Поправочка, поправочка еще. Где половину? Нет, я ничего не забыл, все правильно. Ну да. И при этом, например, если подставить просто вместо z n rho, скажем так, то у тебя там останется другим зло? Нет, нет, нет. Она для положительных с одним, а для отрицательных с другим, как и положено. Не-не, все правильно. Я ничего не потерял, к счастью. Да, ну в общем, да. Нужно просто подставить и увидеть. Ну хорошо, мы знаем, что f от z минус g от z это константа. А здесь написано f в одной точке минус f в другой точке. Но f в одной точке минус f в другой точке это то же самое, что g в тех же точках вычесть. То есть вот это, это g от n rho минус g от n tau. Да? Ну хорошо, давайте распишем. Соответственно, это равно, там вот как раз 2pi, здесь 1 на 2i, это pi на сумму по n, не равную 0, e в степени 2pi nv поделить на n. Вот, и уже никаких рядов нет. Все отлично закратилось. e в степени минус 2pi u n rho поделить на 1 минус e в степени минус 2pi rho минус такая же история, только для tau. Где n rho? В знаменателе? А, да, n rho. Спасибо большое. Так удивляюсь еще. Конечно, в знаменателе. Хорошо. Сейчас я хочу на константы. А константы нет. Разность f равна разности g, они на сдвиг отличаются. Очень хитро, правда? Ну да, да. Я бы сказал даже просто логарифм. Или что ты имеешь в виду? Хорошо. В общем, для того, чтобы получить окончательную формулу, давайте я не буду ее довыводить с вашего разрешения. В общем, ну или ладно, я вижу, что вы не очень-то разрешаете. Давайте я напишу, что дальше делать. Такая инструкция. Дальше у нас e в степени минус 2pi n tau в минус 1 раскладывается в ряд Fourier. Отлично, геомпрогрессия. Она в две разных геомпрогрессии раскладывается. В зависимости от знака n. Вот что я хотел сказать. Просто, понимаешь, разложение в геомпрогрессию, оно… Вот, в общем, разложение в геомпрогрессию для произвольного ряда, оно, вообще говоря, не единственное. Вот разложение в ряд Fourier. Да, в общем, две таких суммы. Одна вот такая, если n больше нуля, и другая наоборот. Так, mn tau, если n меньше нуля. Вот. А для ρ будет наоборот. Так, что, сработало? Я думаю, точно. Ну, сходимость как раз работает. А дальше проверьте, что геомпрогрессия сойдется. Вот. А для ρ наоборот. Для ρ, там, когда n больше нуля, будет вот вторая сумма, а когда n меньше нуля, будет первая. Вот. Это как раз в связи с тем, что одно лежит в верхней полуплоскости, а другое в нижней. Вот. Ну и после этого нужно всю эту историю собрать обратно. Давайте я покажу, что получится. Так, давайте я покажу, что получится. В общем, если это все собрать обратно, получится вот что. Давайте, вот теперь я выпишу, и после этого, я думаю, станет однозначно очевидно, что написано, написано это правда логарифм от чего-то разумного. 1n, e в степени 2πn, v минус u, ρ, плюс e в степени минус 2πn, v минус u, τ. Вот, кстати, как раз v минус u, τ, анонсированная. Плюс сумма по m от единицы до плюс бесконечности. Там будет 4 слагаемых. e в степени минус 2πn, v минус u, z минус… Сейчас, u, u, извините, опять я все перепутал, да? u, τ, минус m, τ, плюс e в степени 2πn, v минус u, ρ, минус m, ρ. Вот такое возникнет. Еще будет e в степени 2πn, v минус u, τ, плюс m, τ. И e в степени 2πn, сейчас, да, так, ну да, наверное, 2πn, v минус u, ρ, плюс m, ρ. В общем, тут будет такие 4 слагаемых. Вот, это получится просто, если вот те слагаемые, которые я там выписал, разложить вот в эти геометрические прогрессии и подставить. Ну а дальше нужно собрать сумму πn, и у вас получится как раз логарифм некоторых рядов. Угу. Сработало? Да, ну ладно, ну давайте не будем опять-таки на этом зацикливаться, потому что... Да, потому что у меня еще есть что рассказать на сегодня. Да, в общем, получается некий такой логарифм разумный. Давайте... Да, ну ρ — это тау сопряженная. И они там как раз... Модуль, да. Они как раз друг другу симметрично войдут в эту сумму. Вот. Там, правда, будут еще какие-то граничные случаи, когда u равно 0 или v равно 0, но из-за этого вылетают эти всякие многочлены. Поэтому там q в степени v квадрат пополам, например, возникает. И q в степени 1,12 из тех же соображений. Вот. Давайте я теперь объясню, какой от этой потрясающей гигантской формулы с большим количеством параметров нам вообще толк. А толк нам очень понятный и прозрачный. Давайте мы возьмем тау, соответствующая точка хиагнера, соответствующая нашей квадратичной форме. Это будет... Не, ну это жаргон, извините. В смысле... Ладно. В общем, берем точку тау, соответствующую нашей квадратичной форме. Мы, конечно, потребовали, чтобы а было больше нуля, иначе там ничего не получится, разумеется. И что мы теперь заметим? Заметим теперь, что q от nm это не что иное, как а умножить на n плюс m тау в квадрате. Угу. Сейчас. У меня не nm, у меня mn. Так, поэтому наоборот... Да, q от mn, да. q от mn, да. q от mn, это a на n плюс n тау в квадрате. Как? Короче, давайте скобки раскроем. Ну, в общем, там в каком-то порядке будет. Ну, а n квадрат или а m квадрат? А n квадрат, да. nm, соответственно. Да, ну это ладно уж. Хорошо. Что тогда получится? lq от s хи ка. Это я напоминаю, что такое. Это сумма по mn, не равным 0, 0. хи ка от q от nm поделить на q от nm в s-той степени. Да? Ну, хорошо. Что это такое? Это, в общем, давайте я напишу, что это такое, а вы опять-таки, да, скажите мне, если что. Это 2 поделить на корень из d в степени s. Это вот то, что мнимая часть, которая у нас там постоянно была. умножить на сумму по m и n не равным 0, 0. хи ка от q от nm поделить на m tau плюс n в 2s-той умножить на мнимую часть tau в степени s. Вот. Вот это вот корень квадратный, он как раз возник из того, что тут мнимая часть. вот. Но это хорошо, это у нас какой-то характер, да? Ну, характер — это еще куда ни шло. А мы хотим не характер, мы хотим понятнее штуку, да? Ну вот давайте напишем штуку понятнее, а потом свернем ее обратно. Вернее, ну попробуем свернуть. Нет, нет, просто какой-то характер. Да, меня вообще не волнует. Вот. В смысле, там суть вообще всего результата была, что ты берешь какое ни попадя вещественно-квадратичное поле, вещественно-квадратичное, берешь его характер и перемножаешь его на характер твоего поля, которое у тебя число классов имеет неправильно. Единицы, то есть. И получается противоречие, грубо говоря. Вот. Так вот, что теперь с этим делать? Теперь, ну понятно, значение хи-к от qnm зависит только от остатков nm по модулю k. Правильно? Поэтому nm переходит в хи-к от qnm. это функция из z по 2z на z по 2z в r, которая вложена в c, если хотите, да? То есть z показывает, да. z показывает, на z показывает. вот, я вот сюда смотрел, когда думал про z по 2z, да. Хорошо, то есть это функция на группе. Ну, а что там? С функциями на группе все понятно. хи-к от qnm, это тогда будет сумма по u и v от 0 до k-1, некоторых коэффициентов, которые меня пока не забатят особенно. Ну, я не буду их считать. А, у его. Не-не, все так и надо. Сейчас, я можете спросить, я что-то послушал. То равенство, значит, 2 на куринис, да? Это тофтологическое равенство. Здесь ничего не произошло. Мы просто подставили вот то, чтобы... Да, вот это соотношение подставили. Ну и что мнимая часть тау равна тому, чему она равна. Вот. В общем, давайте разложим вот эту штуку в конечный ряд фурьера. 2π n u плюс m v поделить на k. В таком порядке было n u или m u было? Давайте m u. m u плюс n v. Да? Можем такое сделать. Ничто нам не мешает. Ну, в общем, для каких-то чисел c, u, v это мы сделать можем. В смысле, какой-то такой разложение? Да. Ну, это разложение в ряд фурьера только два раза. В смысле, в конечный... Это конечное преобразование фурьера функции на группе. Только группа теперь не просто z пока z, а z пока z умножить на z пока z. Ага. Можем так сделать. Давайте я не буду вдаваться в подробности о том, какие будут коэффициенты. Коэффициенты высчитываются из этой функции обратным преобразованием фурья. Про них нужно тоже что-то знать, чтобы получить какую-то формулу. Но давайте я не буду даже доводить до конца это рассуждение. Давайте я только анонсирую, что c00 это 0. Почему c00 это 0? c00 это потому, что среднее значение хи к от qnm по всей группе вот этому произведению. Ну, доказательство теперь, что среднее это 0. Возьмите z пока z, разложите его в произведение z по pz по разным простым. Ну и докажите, что для характера по простому модулю это работает. От бинарной квадратичной формы. Можно по значениям просуммировать, да. Ну да. Да-да-да. Вот это вообще. Вот если мы возьмем x квадрат плюс x, по-моему там... x квадрат плюс что? x квадрат плюс x. Это не квадратичная форма. Хорошо. Аргумент. Да, ну давайте, хорошо, давайте я объясню. Если у вас была квадратичная форма и вы ее просуммировали по, значит, по fp, вы берете хи p, то есть символ Лежандра от q от x и y, где x и y пробегают все fp, то что это такое? Ну здесь могут быть два варианта. Один вариант, что эта форма разлагается над fp, а другой, что не разлагается. Правильно? Согласны? Если разлагается, то тогда вот это, это будет более-менее просто сумма хи p от x и y. Ну хи p от x и y — это неинтересная сумма. Так, что если длигом уже на чем-то счет? Ну да, да, да. Ну с точностью до умножения на число у меня что-то такое получится. Ну хи p от x и y — это сумма хи p от x на сумму хи p от y. Это ноль. Два раза даже. Вот. А если не разлагается, то тогда все равно все хорошо. Можно разложить над расширением? Да, можно разложить над расширением и посмотреть, сколькими способами каждое число представимо. Актерно тоже продолжение? Мне наплевать. Значит, я делаю так. Я считаю количество решений q от x и y равно z. Когда z равно нулю, то число решений — это один. А когда z не равно нулю, то число решений от z не зависит. Такая теорема. Вот. И оно будет равно чему? Оно будет равно p квадрат минус 1 поделить на p минус 1. Когда z не равно нулю, будет p плюс 1. Соответственно, каждое значение встретится по p плюс 1 раз, и ваша сумма, она просто равна хи p от z, сумма хи p от z умножить на p плюс 1. Ну это ноль. Вот. Хорошо, это c ноль ноль. У нас там вообще-то еще как квадрат минус 1 коэффициент ждут нас, стынут. Что? Ну пишем, когда мы пишем сумму, считаем, что x, y, мы повторяемся, что x, y, это z, и первый сезон, что-то еще много. Да-да-да, обозначаем q, x, y равно z, и далее. И далее.